Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Приветствую студия. Итак, как вы оцениваете нынешний состав участников саммита БРИКС в Иханасбурге? Путин струсил, не приехал, боится ареста, осознает, что он разыскиваемый международный преступник. И как считаете, осознают ли это теперь лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР? Понимает ли, с кем имеет дело сейчас в формате клуба БРИКС? Что среди них преступник, и, наверное, это сильно вредит имиджу БРИКС. Ну, я думаю, каждый по-разному там выстраивает отношения с Москвой. Но все понимают, что Москва, бросив вызов мировой системе, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, она не смогла ничего сделать. То есть она не смогла силой отменить право. И поэтому его считают проигравшим. Соответственно, также к нему относятся. Естественно, об этом не скажут. Но все понимают, что Россия уже не супердержава. Она списанный, сбитый летчик, если можно так сказать. Хотя начинала она сильно, замах был сильный. Она же была среди создателей и инициаторов создания БРИКС, вот этого объединения, которое должно было бросить вызов с геемонией Соединенных Штатов, со всей системой безопасности, с институтами, структурами международными. Но не удалось. БРИКС остался жить, а Россия уже подходит к своему финальному концу, так сказать. И явным проявлением этого конца есть то, что человек, который инициировал создание этой организации, не может теперь приехать на ее заседание. Да. Ну и кстати, совпадение или нет, сегодня, ну, саммит продолжается, вчера была такая торжественная, часть там всех встречали и принимали. И сегодня исчез куда-то Си Цзиньпин. Его не было. Вместо него выступал министр торговли Китая. Известно, что СМИ пытались всячески как-то скрыть отсутствие Си Цзиньпина, но его не было. Может быть, это и не совпадение. Ну, я не думаю, что тут какая-то теория заговора есть там или что-то еще. Я думаю, может, просто перелет там сказался или еще что-нибудь. Человек все-таки в возрасте. Могут быть обычные бытовые причины. А может быть, что-то и не понравилось, потому что в куларах ведутся переговоры. И, кстати, острые переговоры велись до начала этого саммита, посвященные как раз нескольким ключевым вопросам, которые проталкивал Китай. Это расширение организации за счет своих фолловеров, так сказать, если можно их так назвать, партнеров. И расширение повестки дня этой организации от экономических вопросов, от вопросов развития на политические вопросы. Это то, как раз, что могло бы помочь Китаю мирно подняться, как он планирует в своей стратегии 2013 года. Но нужно сказать, что если вернуться к истокам этого саммита, ведь БРИКС это скорее экономический союз и был основан в 2006 году как раз в рамках Питерского экономического форума тогда министрами экономики России, Китая, Бразилии и Индии. И скажите, вот раз в основе этого формата экономические связи, почему тогда на этот форум Путин отправил, скажем, не премьер-министра, а Мишустина, который по статусу второе лицо в России как раз мог бы хорошо экономические интересы там комментировать, а поехал министр иностранных дел России Лавров. Он тут при чем? Ну, это говорит о подходах Путина, о том, что он рассматривает этот институт как политический институт больше, а не экономический. Для России это политика, это большая политика, это геополитика. Там меньше про развитие для самой России. Для многих стран, которые хотят присоединиться или которые вошли, например, как Южноафриканская республика, для них экономика, для них важно там инфраструктуру восстанавливать, развиваться, чтобы росло ВВП. Для Путина это был инструмент бросить вызов Соединенным Штатам. Они считали, что это их самый главный противник. И создавая такие организации, такие площадки дискуссионные, они хотели вот как раз бросить вызов. Тот же ШОС, тот же БРИКС, там, где участвовали и Китай, и Россия. Все задумывалось именно с политической точки зрения. Ну, поэтому и представлен Лавров там, который должен следить за политическими акцентами, которые будут расставляться там в беседах. Как это все будет происходить? Кстати, как вам обращение Путина по видеосвязи? Ну, попытка, жалкая попытка продемонстрировать, что они не в изоляции, что они очень важны, что вес их и голос их очень важен. Но на самом деле все понимают, что Путина списали уже. И Путин уже, как я сказал, не игрок большой политики после того, как он развязывал войну в Украине. Да, может, кстати, опять же, поэтому Си Цзиньпину просто неинтересно. Ну, как бы он понимает, что не хочет, так сказать, на этом фоне тоже светиться. Си Цзиньпинь понимает это изменение. Он смотрит через призму того, что можно взять из России. Если Россия ослабевает, значит, больше можно претензий, выставить список претензий России будет больше. А энергоносители, которые они дают Китаю, будут дешевле. Вот и все. Вот с такой точки зрения Си Цзиньпинь уже смотрит на Путина. Он понимает, что он полностью в его руках, зависит полностью экономически и политически от Китая. И Китаю очень легко, в принципе, манипулировать. Но им нужна целостная Россия, как тыловая база своя в противостоянии с Соединенными Штатами. Поэтому они просто смотрят так сквозь пальцы на то, что творит Путин. Да. И вчера уже на БРИКС сразу же мир услышал совместное заявление Си Цзиньпина и Серила Ромофоса. Лидеры Китая и ЮАР заявили, что поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, поддерживают цели и принципы устава ООН, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности стран. И Си Цзиньпин и Серила Ромофоса сказали, что будут и дальше достаивать на политическом урегулировании войны в Украине и будут продолжать содействовать мирным переговорам. Как вы расцениваете это заявление? Заметьте, если бы заявление было о том, что они увеличивают финансирование проектов в возобновляемой энергетике, в инфраструктуре, то, что заявлял банк, созданный ими, и на что направлена вообще активность всей этой организации. Они же говорили, что она экономическая, то есть на экономические цели. Я бы это понял. Но тут в первый же день прозвучало политическое заявление. И заявление, которое касается даже области безопасности, то есть граничит между политикой и безопасностью. И подтверждение и ЮАР, и Китая в совместном заявлении, что они придерживаются норм международного права, говорит о том, что это сигнал Кремлю, что войну надо заканчивать и уводить войска из Украины. Потому что, если уважаем территориальную целостность, а Украина признана в ООН в тех территориях, в которых она вошла в 1991 году, то значит все войска чужие должны быть выведены. И для того, чтобы соблюден был принцип, вот этот международный принцип ООН. Ну, кстати, с визитами Путина куда-либо совсем беда. И, похоже, он действительно не вылезает из своего бункера. И я помню, не так давно его помощник Ушаков так радостно сообщал график зарубежных поездок своего шефа. И как-то все не по графику сейчас и не по плану у Путина. И вот даже визит в Турцию заявлялся в августе как обязательный. И что? Нет такого визита. И теперь президент Турции сначала сказал на этой неделе, что может быть увидится с Путиным на полях саммита Большой 20-ки в Индии в сентябре. А потом, видимо, подумав, что и туда Путин побоится лететь, вот президент Эрдоган, как сообщают турецкие СМИ, вероятно, сам полетит к Путину. Что вы думаете об этом? Понимаем, что для турецкого лидера важно поговорить все-таки о продолжении зерновой инициативы. Турецкий лидер летит спросить Путина на самом деле. Путин почему не ехал к нему? Потому что он понимал, что он бы получил выволочку у Эрдогана. Он ехал со слабыми переговорными позициями. Он навредил экономическим и политическим интересам Турции, расторгнул вот эту зерновую сделку. Турция была выгодополучателем. Затем фактически не сдержал слова по созданию из Турции хаба такого транзитного энергетического. Сказал, что там будет виртуальная электронная площадка по торговле газом. То есть он сделал такие выпады в сторону Турции. Но у Турции намного больше козырей, чем у России. У нее козыря начинаются от ситуации в Ливии, Сирии. Они контролируют протоки Босфора и Дарданеллу, по которым поступают и вывозятся товары на международные рынки. Российские там и та же нефть, и тоже зерно. Плюс Турция уже доминирует на Кавказе. Оттуда уходят в 2025 году миротворцы. И там уже будет стоять флаг Турции. Плюс она оказывает влияние на страны центрально-азиатские. То есть предметов для давления на Путина очень-очень много. Можно и комбинации, и миксовать эти, так сказать, козыри свои. И поэтому, понимая, что никуда не поедет Путин там на большую двадцатку, Эрдоган решил сам навестить его и спросить с него. Да. Ну и вчера Дарданеллы Турция закрыла из-за сильных пожаров. И получается, все, у Путина нет выхода из Черного моря. Ну, получается, да. Это основной поток нефтяной. Там идет больше 50% поставок нефти. Идет как раз через протоки. И всегда Турция объясняла, что это опасные грузы. И по экологическим причинам в любой момент она может закрыть эти протоки. Поэтому в любой момент, когда Путин там что-то скажет нет, вдруг экология испортится в протоках, и они закроются. Да, да. Так, и очень плотный график встреч у нашего президента. И это, самое главное, очень плодотворные встречи. Знаем, что после визита в Данию и Нидерланды стало известно, что эти страны, а может быть и Швеция впоследствии, нам предоставят такие необходимые истребители. Но если говорить о Дании и Нидерландах, то это F-16. Потом Владимир Зеленский отправился в Грецию, чтобы принять участие в неформальном саммите стран Западных Балкан. И вот там, в Афинах, наш президент встретился со своим сербским коллегой, Александром Вучичем, который известен своей пророссийской позицией. По итогу наш президент, украинский лидер, сообщил, что провел открытую, честную и плодотворную встречу главой сербского государства. Скажите, такие встречи тоже ведь важны и нужны, правда? Да, встречи с глазу на глаз. И когда вы общаетесь, вы лучше понимаете интересы страны, вы лучше понимаете, почему страна поступает таким или иным образом, и вы понимаете тогда, как выстраивать свою политику в ответ. Потому что нельзя выстраивать политику по непроверенной информации или полученной там с каких-то третьих рук. Поэтому эти встречи необходимы, когда в лицо говорят и предъявляют какие-то свои интересы. Я думаю, что интерес Сербии понятен. Там конфликт вокруг Косово идет, разгорается. Мы видели и комментировали несколько раз, что может быть, какие могут быть последствия. Естественно, для Сербии это геополитическое подбрющее. Для нее это очень важная тематика. Поэтому я думаю, что среди вопросов повестки дня обсуждался в первую очередь вот этот вопрос безопасности. Я думаю, что, скорее всего, выступали с просьбой непризнания Косово, чтобы Украина не признавала. Потому что мы до этого момента тоже поддерживали территориальную целостность и не признавали Косово. Но сейчас, я думаю, меняется геополитическая ситуация. И, скорее всего, идут дискуссии по дальнейшему признанию Косово. Для того, чтобы снять какую-то напряженность и внести определенность уже в этот процесс. Но для Косово, для Сербии это очень важный момент. Поэтому, как я сказал, были, наверное, скорее всего, кулуарные обсуждения вокруг этого вопроса. Ну и сегодня снова российские регионы и столицу, Москву атаковали беспилотники. Было громко, действительно. Все аэропорты российской столицы закрывали на вылет и на прилет. И вот накануне прозвучало хорошее заявление из Германии. Глава МИД этой стороны, Анна Лена Бербек, сказала, что считает легитимным регулярные атаки якобы украинских беспилотников на Москву. Россия напала на Украину и Украина защищается в рамках международного права. Справедливый комментарий, Руслан, не так ли? Он не только справедливый, он четкий, по-немецки. Знаете, по-немецки четкий. Раз вы вошли и атаковали, но готовьтесь, что будет вам прилетать в ответ. А как иначе? То есть вы будете здесь бомбить в щебень, ровнять города и поселки, и веси. А вам что, не должно прилетать? Это как-то даже непонятно. Просто даже не с точки зрения норм международного права, а просто по-человечески. Если вас бьют, а вы что, подставляете вторую щуку, непонятно. То есть она четко расставила все точки над «и». Если бы вы не напали, к вам бы не прилетало. Все. Да. Ну и сегодня и завтра в украинскую столицу, в Киев, прибывают лидеры иностранных государств на праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости. У нашей стороны сегодня День государственного флага. И сегодня же проходит уже третий саммит Крымской платформы. Ожидается, что в нем примут участие в разных форматах представители порядка 60 государств мира. Кто-то лично, кто-то онлайн. В прошлом году саммит проходил в онлайн формате. Лично в Киеве присутствовал только президент Польши Анджей Дуда. Напомню, что Крымская платформа, созданная президентом Украины Владимиром Зеленским, в сентябре 2020 года, должна была стать международной площадкой. И стала, собственно, по обсуждению путей деоккупации Крыма, который в 2014 году, вопреки всем международным законам и праву, захватила Россия. Руслан, скажите, теперь ведь наверняка планы и масштабы, которые стоят перед участниками Крымской платформы, будут гораздо большими. Я имею в виду, что речь может идти о деоккупации теперь уже больших территорий. Как считаете? Да, совершенно верно. Этот международный инструмент, у него будут меняться задачи, потому что создавался он для того, чтобы продемонстрировать Кремлю, что Крым никакой не их, что Крым, международное сообщество, считает украинским. И поэтому была поддержана идея создания вот такой крымской платформы. Сейчас же уже понятно, что Крым будет освобожден. И надо понимать, что делать с освобожденным Крымом. Как быть с теми людьми, которые туда переехали, активами, которые были заведены, с преступлениями, которые там были совершены, с конфискациями. Все это надо решать, как это мирным путем, скажем так, можно решить пока. Поэтому, я думаю, там будут изменяться задачи. И перечень задач, которые будут обсуждаться, он будет увеличиваться. Но уже всем понятно, что Крым никакой не российский, что он вернется в Украину. Что это территория Украины согласно международному праву. Скажите, ну и тоже ведь очень сильно, символично, знаково, что в эти дни съезжаются международные лидеры, президенты, лидеры стран в нашу страну, в Киев. Когда, понятно, к сожалению, есть предпосылки считать, что оккупанты могут совершать какие-то свои подлые провокации, обстрелы и так далее. Но то, что едут к нам президенты, это тоже ведь мощное очень сильно. Да, это поддержка Украине. И я бы сказал, даже в лице украинины, это поддержка, в первую очередь, норма международного права. О том, что нельзя силой менять границы. Несмотря на то, что вы там можете быть постоянным членом Совета безопасности ООН, вы можете иметь ядерное оружие, сильную экономику, можете иметь многие привилегии. Но нельзя менять, это вам не дает право, а поменять силой границы, которые утверждены были и признаны всем цивилизованным сообществом в мире другой страны. Поэтому вот такая огромная поддержка, даже в условиях войны, это сигнал Кремлю. Вот туда, прямо вот к ним телеграфируют, что друзья, что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, и как бы вы ни объявляли, что Крым ваш, и уже 10 лет, или сколько он там у вас в кармане находится. Это оккупированная территория, ее никто не признает, и все поддерживают Украину. Если вы не верите, мы вот физически приезжаем и демонстрируем, что мы против того, что вы сделали, и мы на стороне Украины. Да. Что ж будет символично, если следующая крымская платформа пройдет в Крыму. Как считаете? Дай бог. Дай бог, да. Что ж, спасибо вам за эту беседу. Руслан Осипенко, дипломат, международный эксперт, был в эфире телеканала Freedom. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok